здравствуйте друзья у нас сегодня на канале гостья давно не было у нас гостей а у нас вот теперь гости представляйтесь гости добрый день меня зовут алена приехала из города киева куда приехал из киева сюда в сан-франциско подождите а вы не из канады нет из киева я приехала в канаду а из канады приехала сюда в сан-франциско давно в канаде то в канаде была 7 лет но вы и остаетесь как бы в канаде нет я остаюсь в сан-франциско в канаде вы как бы гражданка канады а тут вы кто а тут я вышла замуж правда за мариканца за американца но такого из киева тоже или местный американец нет так тоже то есть можно с ним по-русски поговорить симпатичный на руках носит или так вот вот друзья киевски я хочу сказать вообще киевские девушки они по всему миру котируются не то что диплом какой-то а вот так они котируются конвертируется в общем и девушки которые из киева должны в качестве примера вот значит на алену посмотреть начали она вычок нам приехали то я приехала вообще-то я приехала в сан-франциско учиться так подойдите муж где потом познакомилась с мужем а учиться приехали на что учиться приехала на мбей называется халт international business school и собиралась вернуться назад в канаду и в торонто и работать там ну по специальности а чего приехали сюда что-то в торонто учиться негде я поступила в эту бизнес школу приехала сюда учиться ну хотелось бы в америку поехать вы вообще отдавали себе вы отдавали себе отчет в том что то сейчас приедете учиться и замуж и выйдете нет я планировала но были открыты в итоге не может так неожиданно произойти ладно теперь поехала чтобы пожить один год без зимы хорошо так мишка у вас есть мама папа где они все ой то есть вообще одна в канаде да ну и как вот одно и вот так там 67 лет это не тяжело друзья какие там очень очень хорошая украинская комьюнити очень дружная очень диаспора вы очень ведь так они прямо что эти у него в названии вода узьмол합니다 вот так здесь друзья хорошо значит теперь да но вы как-то владеете все-таки хоть вы из киева но можете сдак разновляет Ну, хорошо. Теперь, по образованию вы рассказывали. Ну, а что я за вас рассказываю? Ну, давайте сами. Вот у вас народ сидит слушает, киевляне там вообще руками машут. Где учились-то в Киеве? Да, в Киеве я закончила Национальный технический университет и осталась работать над диссертацией. В итоге, когда закончила диссертацию, получилось, что получила звание кандидата экономических наук. Так, ну, то есть и образование институтское тоже было экономическое? Образование было техническое. Какое? И начинала диссертацию тоже техническую, но в итоге получилось экономическое. Сначала думала, как чего-то разработать, а потом перешла на то, как продать. Ты смотри, как интересно. Так, подождите, а что это за университет такой при большевиках? Он как назывался? А, это политех. Политех? А, так это же политех. Сказала бы политех, а то так закрутилось, что я даже не понял, о чем речь. Так звучит теперь. Понял, понял. Политех. Так, и стал кандидатом наук. Там уже, наверное, лет 25 уже было, да, так обычно? В 21 ты не становишься кандидатами наук. Ну, да, сразу после окончания. Вот. Ну, выучилась и? Ну, преподавала в военном институте экономическую теорию. Там военные? Да, с курсантом. Ну, подождите, ну, это внимание много, наверное, да, там уделяют. Вы такая, если более симпатичная. Ну, как преподавать в такой обстановке-то? Вот я даже не понимаю. Ну, как-то преподавала. Ну, то есть вы справились? Да, как-то справилась. Ну, хорошо, хорошо. Я понимаю, трудно так. Ну, что же такое? Ладно. То есть не то, что вы там замуж не вышли, там, пока преподавали. А я вышла замуж еще пока училась, да. А, окей. Да. Ну, это не сообразим. Ну, хорошо. Она так училась, знаете, пока ученую степень там оказывается, она все-таки приоритеты правильно расставляла там. Хорошо, молодец. Так, как вы в Канаду-то попали? Ой, это интересно. Ну, вы давайте всю правду. Я пока света тут подпущу. Немного. Давайте, говорите, говорите. Я развелась с мужем и решила, что надо уезжать подальше. От мужа? От мужа ходать? От всех. Подальше. Так. Подальше от всех. И ух. У меня была возможность поехать в Канаду. Нет, ну, все-таки вы бы делитесь возможностью. Может, и другие скажут, я тоже хочу такую возможность. Да, просто считайте свои баллы и подаете на иммиграцию как специалист. Это вы просто вот так, по-простому. Да. Так, хорошо. Прошла по баллам. Долго ждали от момента подачи и до момента приезда. И получила через полтора года, я думаю. Да, через полтора года я уже могла ехать. Потрясающе. Хорошо. Так вы уже гражданка. Я уже гражданка, да. Сейчас говорят, гражданство медленнее дают. Раньше три года и гражданин. Да, успела. Вот туда успели. Да, три года и гражданка. Хорошо. Да. Так работали в Канаде кем? В Канаде работала в мобильной связи, в телекоммуникационной компании. Ну, кем? Работала систем аналиста. Связистка, в общем, из наших. Нет. Так. Работала между инжиниринговым и IT-департментом. То есть, переносили что-то с места на место, я не понимаю, как-то между так двумя департментами. Ну, у нас были совместные проекты. Вообще, в Канаде работает снаружи хорошо работает. Вот отношения в коллективе вообще вот так. Да, в моем коллективе были одни индусы и я. Эээ, эмигрировала, понимаешь, эмигрировала, да, в Канаду. В Канаду, да. Ну, хорошо. Так, что дальше? Вот, я им рассказала, когда меня брали на работу, я рассказала, как я люблю Индию, как я была членом советско-индийской дружбы еще в школе. Общество. Общество, да. Но у них есть какой-то пиетет перед белой женщиной? Вообще, они испытывают? Они все меня любили. Хорошо. И до сих пор пишут письма. Как трогательно. Слушайте, а вот те индусы, которые в Канаде, отличаются от тех, что у нас, вот по степени адаптированности в обществе, вот как-то, может быть, по, ну, я не знаю. Мне кажется, что вот те, которые у нас тут, они не сильно американизируются. Я думаю, что в Канаде такие же индусы какие-то. Тоже, да, такие традиционные. Хорошо. Я вам даже могу рассказать секрет, как вырубить отдел индийских программистов за раз. Ну, это как, декольтироваться и все. Привезти им девушку-блондинку в короткой юбке. Ну, я, я же, ребята, я же правильно все. И все, работа на этом закончена. Все-таки, то есть, нормально, мужики все-таки тоже интересуются. Абсолютно, да. Хорошо. То есть, все как у людей. Хорошо. А случались ли с вами, по мере, так сказать, проживания в Канаде, какие-нибудь смешные казусы? Так, задумывалась, задумывалась. Да. Случалось много казусов. Ребята, я вам скажу такую историю. Каждый раз, когда вы какого-нибудь иммигранта видите, уже с опытом, вот, он вам такого расскажет. Расскажите нам такого, но приличного. Да. Давайте. Вот могу рассказать, даже когда меня принимали на работу, был первый казус. Это было мое первое интервью в компании, в канадской. Я очень нервничала, переживала. Приезжаю в офис, а в этот день было открытие офиса официальное. То есть, вам назначили интервью на первый день открытия офиса? Нет, офис уже работал, но официальное открытие. Приехал мэр города, приехал из всех компаний. Было торжество по случаю. Торжество по случаю открытия. А большой офис какой-то, почему мэр приехал? Офис на пять тысяч человек. О, ребята. Ну а в компании работает тоже по всей Канаде, наверное, человек 30 тысяч. То есть, это большой телеком. Да, большая компания телекоммуникационная. Вот, и я прихожу на интервью. Все, мы поговорили, в порядке, все хорошо. И вот я выхожу, со мной прощаются, говорят, проходите вот туда, вот там выход. Я вижу выход, я подхожу к дверей. Я начинаю дергать двери, а двери не открываются. И я не могу понять, в чем дело, почему дверь не открывается. А никого нет вокруг. А не было мысли там по другую дверь поискать? Нет. Так, сказать эту, значит, эту. Да. Ну, я смотрю, слева рычажок такой беленький. Думаю, наверное, надо повернуть этот рычаг, и дверь откроется. И я беру этот рычаг, опускаю. И действительно, дверь открылась, я выходила. Сама открылась или пришлось впихнуть? Нет, пришлось впихнуть просто в другую сторону. То есть, рычажок не был на двери, он как-то на стеночке был? Да, сбоку, но возле двери, да. И в это время включается пожарная сигнализация во всем офисе. И вот, кстати... Но вы поняли, что это вы? Или вы думаете, мало ли у кого-то в чем-то? Да, я не поняла, конечно. У нас обычно это большая красная кнопка за стеклом, которую надо разбить стекло, нажать кнопку в случае пожара. То есть, как бы... А тут просто... Не как у людей сегодня. Все легко и просто, да. Любой может нажать, либо вернуть. Вы себе идете, ваше дело, сторона, да? Да, да. Мое дело было выйти из офиса. Так. Ну... Я выхожу, и тут ко мне подбегает вся охрана офиса с одним вопросом, зачем вы это сделали? Вы поняли, что это вы? Я не поняла. Нет, они поняли, что это вы. А, они поняли, у них видеокамеры на бруде. Да, они все увидели. А я говорю, нет, я этого не делаю. Они говорят, нет, вы этот рычажок повернули, да? Повернула. Это было... Вы включили пожарную сигнализацию. Зачем вы это сделали? Идите, пишите начальнику пожарной охраны объяснительную. Сейчас он приедет. И вот приезжают пять пожарных машин, восемь скорых помощи машин, журналисты, телевидение, все ведущие каналы города Торунта. Но у вас не то, что вам там руки не скрутили, в воронок не бросили, этого не было. В общем, ну, был такой экшен. Меня, конечно, взяли на работу, приняли. Но после... Такого человека нельзя упускать? Никакого... Где они такого второго найдут? Конечно. Да, после... Но меня запомнила вся security офиса. Но с тех пор с вами... С тех пор они... Они меня хорошо запомнили. Могли сказать, давайте я вас привожу там от греха подальше. Так, это был единственный случай, когда вы начудили-то или еще были? Нет, были еще случаи такие... Я ничего не чудила. Нет, нет, ну, понятно, не специально. Не специально же, да. Я аж... Ну? Только приехала в страну. Так. Ну, в Америке ничего с нами такого не происходило? Были еще случаи в Канаде, когда меня... Входили мы в русский ресторан... В Торонто. В Торонто, да. На пати. Моя подруга отмечала свое 30-летие. Так. Ну, тебе симпатичное. Шикарно, да. Шикарное пати. Все прекрасно. Обалденный ресторан. Столы ломятся просто... Украинский? Русский, я бы сказала. Хотя владелец грузин интернационального. Нормально, да. Да. Это как в Одессе, там, начальник грузин, а так... А ресторан украинский. А ресторан украинский. Вот. Выходим мы ночью. Два часа ночи выходим на улицу. Никого нет, ни души. А нужно кто-то, чтобы был? Ну, вообще-то... Ну, наверное, и не нужно. Ну, вы же, короче. Да, гости уже все ушли. Мы уже последние выходили. Я обещала свою пьяную подругу подбросить до дома. Ха, симпатичная. Да, конечно. Все, так. Пьяная, симпатичная. Две. Ну, я трезвая штука, а я за рулем. А, то есть вы за рулем были. Я думала, что на улице, а там никого нет. А, кажется, у вас машина была. А я, да, а я за рулем. Ну, хорошо, так. Да, выходим, смотрим. Огромная лужа крови возле... Прямо возле входа в ресторан. И я такая думаю, все, Таня, бежим отсюда. А то скажут, что это мы. А то мало ли, может, еще и нас. Ну, так аккуратненько так или там размазываем всюду. Да нет, большая такая. И тут, ну, мы не успели убежать. Восемь полицейских машин подъезжает. То есть у вас какие-то специальные отношения с этими людьми. Окружают нас. И говорят, давайте ваши документы. Мы вас записываем. Вы свидетели перестрелки русской мафии. И тут мне стало страшно. Я думаю, столько лет жила на Украине. Ездила везде, и в России, и в Москве, и везде была. Ни разу не видела русской мафии. Приехала в Канаду, стала свидетель... Перестрелки русской мафии. Это же и есть. И говорит, не видела. Говорит, там детка, вы посмотрите. Ну. Нет, это не мы. Это не мы. Так, вы мирная. Так чего? Записали нас свидетели перестрелки русской мафии. Сказали, будут вызывать в суд. Давать показания. Вызывали? Ну, слава богу, нет. То есть, просто не поймали никого было. Наверное, не поймали. Мафия сбежала так, что не нашли. Но было неприятно, конечно. То есть, кровь была, а трупа не было? Нет, да. Ни трупа, ни того, кто стрелял, ничего. Нет, ну, кто стрелял, может быть, он ушел. А тот, чья кровь, мог бы и остаться. Его увезли. Ну, хорошо. Ладно. То есть, у вас как бы жизнь полна приключений. Вот так я приехала в Америку, думаю, подальше. Подальше от преступников. От преступников, да. Ну, хорошо. Подальше от русской мафии. А живете вы в Сан-Франциско или где-то в пригородах? А нет, живу здесь. Недалеко от центрального офиса Google. В Малантинью, прям? В Малантинью, да. Ваш муж, до того, как с вами познакомился, он знал о существовании Портноп Компьютерскому? И вообще, откуда вы про нас знаете? Да, муж знал. Сказал, что надо идти. То есть, это он вас к нам послал? Да. То есть, не то, что вы из Канады ехали и уже про нас знали? Вообще не знала. В Канаде никто вас не знает. Вот они говорите так, вы так не говорите. Нет, знают. Конечно, конечно, вы че. Знают, знают. Кому надо тебя, знают. А у вас в Канаде были какие-нибудь знакомые тестеры программного обеспечения? Да, было много знакомых тестеров. Ну вот они и знают. Причем тестерами в Канаде становятся люди, вот очень интересные люди становятся тестеры. У меня была подруга тестер, она была раньше экскурсоводом в Эрмитаже. Это обычное дело у меня. Была тоже из Эрмитажа на французском языке водила. А сейчас большой начальник по локализации. Да. Вы что? Вот. Была тоже прямо из Эрмитажа и была. Да, была тоже знакомая тестер. Она раньше танцевала в ансамбле Моисеева. У нас была из московской оперетты, была из кардебалета. Так, давайте дальше. Ну, я не говорю уже там бывшие парикмахеры. Это полно. Да, становиться тестерами. У нас была женщина одна. Ну, ей было уже так за 40 хорошо. Ну, за 40 было. И она решила, значит, стать программистом. Разрешение на работу получила. И решила, что будет программистом. Ну, и пошла, значит, это... Поучилась там и все. А у нее подруга была, которая закончила нашу школу и работала. Она сейчас серьезной автоматизацией занимается. А до того, как к нам попала моя профессия, она была моделью в порно-журнале. И, значит... Бывает, значит, да. И вот эта модель ей говорит. Ты, говорит, пойди на тестеры посмотри, там учат. Ну, и она, значит, пошла на нас посмотреть. И она вот в ее рассказе, вот она сейчас рассказывает, она говорит, что... Ну, говорит, еду я, думаю, ну, что я вот сейчас приеду, там это порно в компьютер-скул, там это какой-то маленький, маленький, лысый, толстый еврей. Да, значит... Ну, что я, и что я туда приеду? Значит, и дальше она говорит, потом ты выходишь. Говорит, не маленький, не лысый, не толстый. Я думаю, да хрен с ним буду тестером. Ну, а как женская логика? Завлекайте. Я не завлекал. Это просто ход мысли я показываю. Логические рассуждения. Да. То есть, самых разных профессий бывают тестировщики. Что в Канаде, что у нас тут. Да, у нас постоянно в онлайн-классе есть народ. Вот, и из Торонто, и из Монреаля бывает. Меньше из Ванкувера. Из Ванкувера они обычно приезжают. Да, да, сами. Да. Ну, что же. Так, вы у нас уже сколько отучились-то? А, ну, вот уже еще три недели. Осталось. Осталось, да. Ну, вы чувствуете, вы так поднабрались? Подружек завели, нет? Подружек немножко. Ну, есть, есть подружки. Так, готовы на практику, на работу? Да, всегда готова. В аспирантуру там какую-то, в докторантуру, нет? По тестированию? Ой, ну, будем теперь тестировать. Вы, как экономист, должны там подсчитывать баги хорошо. Будем тестировать. То есть, не боитесь? А есть такое, что прямо тянет к этому делу? Тянет, пойти что-нибудь от тестировать, какие-нибудь баги найти, репортик так написать, понимаешь? Программиста там дожать, чтоб починил, нет? Посмотрим. То есть, еще, 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 ну, как-то вы себя визуализируете это вот, там, будущее, так? Сильно пока не тянет, но... Ну, надо, значит, надо. Ну, на эти баги... Ну, хочется вот денежки зарабатывать, денежки хочется зарабатывать. И денежку зарабатывать, да. А вот в Канаде, у вас самый большой доход какой был? Сколько вы зарабатывали по максимуму? Если не секрет. Или так, примерно, может быть? Примерно. Да. Округленно так, да. 3 284 доллара в месяц. Ну, если сравнивать вообще зарплату в Канаде, зарплаты в Америке, то даже если зарплата одинаковая, в Канаде больше налоги платятся. Да, и там еще налог на продажи большой. Да, очень многие в Канаде едут работать в Америке. Хорошие специалисты в Канаде находят работу в Америке и уезжают работать в Америку. А есть такое, что через границу за покупками? Есть такое? И такие тоже есть любители, которые ездят, которые живут на границе. Если живешь недалеко, ездят в Америку за покупками, да. Ездили. Вот сейчас курс канадский стал... Обвалился. Обвалился, да. А, из-за нефти. Из-за нефти канадские доллары что-то поплыло. Сколько сейчас нынче американские доллары сколько там? Ой, уже было 1,34 как-то было. 1,34 канадских за американские. За 1,34, да. Да, одно время было вообще 1 в 1. Вот недавно было, да, совсем? А было 1 к 1, когда было, все ездили в Америку. Да, практически совсем недавно это было. За покупками, потому что и таксы меньше. Рекомендуете народу в Канаду? Многие спрашивают, как сравнить Канаду с Америкой? В Канаду, да, рекомендую. Что мне очень нравится в Канаде, там все очень любезные, очень внимательные, заботливые в какой-то степени. То есть народ здесь, вот здесь как-то народ что говорит, что думает, то и говорит, не показаться в Америке. А вот в Канаде они намного полайт. Более верно. Более верно. Слушайте, вот я когда последний раз был в Торонто, это было пару лет назад, у меня было такое ощущение странное, что я попал в какое-то странное, необычное место, неожиданное. Потому что вот половина даунтауна, вот люди, которые там ходили, у меня было такое ощущение, что они прямо вот как бы их перенесли вот так во время, так раз, и перебросили оттуда-то из Афганистана, из Пакистана. И они так побритые, вот это вот так, и в халатах, в этих же самых, и там стоят на улице, как Коран бесплатно раздают, и женщины в платках ходят. Да, здесь такое. Ну то есть местные как не реагируют, их это не волнует? Нет, нет, абсолютно не реагируют. Конечно, местные потихонечку уезжают на север, а большие города занимают жители других стран. А почему уезжают на север? А там их нету. А, от иммигрантов подать. От иммигрантов. Иммигранты абсолютно никого не беспокоят, просто люди уезжают туда, где их нет, хоть бы и на север. Хоть бы и на север, да. Ну что же, сейчас правда теплеет там сверху-то. Да. Леды тают, так что может быть им придется вернуться уже, я не знаю. Ну в общем, да, сложно им там становится в Канаде. Вроде населения там 30 миллионов, да? Вот, кстати, интересно. Ничего нет, населения же нет. Интересный факт, что население, по-моему, 34 или 36 миллионов, как было 10 лет назад, так и осталось население. А я помню, было время, когда 20 было, вот я помню еще это время. Ну вот потом стало 34 и долго, 34, 36 тысяч. И вот оно держится. И вот даже правительство думает, что куда люди деваются-то. Так было бы меньше, оно бы снижалось. Но за счет вот с бородами вот приезжают, вот оно как-то выдерживается. Вот, да. Ну что же, Алена, как вы произносите, Алена, Алена? Лена. Лена. Просто Лена. Олена. Олена. Ну что, Олена, что скажем народу-то? Вот мы вышли перед коллективом, что мы скажем народу? Народу, что не сидите дома. Так. Да. А поезжайте учиться. Поезжайте учиться, работать. Если есть возможность работать в другой стране, поезжайте. Очень интересно. Безумно интересно. В каждой стране по-разному, по-своему, свои плюсы, свои минусы, но очень интересно. А вот такой женский вопрос, можно сказать? Да. Вот вы с одним мужем развелись. И вам это так настроение испортило, что вы уже вообще решили замуж не выходить? Или у вас между этими двумя там еще кто-то, какой-то другой муж был? Вообще, вот как живет девочка? Симпатичная. Все же не соврать никто не дадут. Такая симпатичная, наверное. Как вы, внимание к вам же. Правильно? Вы что, шарахались от народа? Вообще, что произошло? Да, ну, все было, конечно. Встречалось. Ну, вот. В Канаде встречалось. Вот. Ну. Но не было клика. Не было клика. Трудно. Это, знаете, что? Это издержки образования. Если бы она закончила 8 классов, так? И потом, допустим, там где-нибудь, ну, в колхозе там поработала. Абсолютно бы не было вот этого клика ей подавай. Понимаете? А так, конечно, кодят наук. Переборчивые они. Переборчивые. Ну, это и неплохо. В конце концов, вот, нашла? Правильно? Да. Все. Вот. Значит, давайте тогда мужу вашему привет передадим. Да? Так он смотрит вас. Будет смотреть ваши видео? Ну, я вам покажу, конечно. Давайте. Передадим ему привет. Скажем ему, что оторвал, оторвал, можно сказать, лучшее, что можно найти и в Киеве, и в Канаде. Вот. Такой прямо. Видите, как он? А тоже дождался. Поэтому дождался. Она раз сюда приехала, он тюк и схватил. Успела. У меня был такой аналогичный случай тоже, когда жена из Киева. Из Киева. Приехала учиться в Бейстуд-связи. И все. Так вот. У меня аналогичный случай только был 40 лет назад. Хе-хе-хе. Да, ну я и старший тоже. Хорошо, друзья. Давайте мы с той стороны пожелаем Олене успехов на профессиональном поприще и в личной жизни. И чтобы у нее все хорошо получалось. И чтобы она уже наконец перестала эмигрировать, а уже как-то осела более-менее. Вы знаете, даже понравилось мне. Я бы дальше готова ехать. Тут пару лет и готова ехать куда-нибудь еще. Ну куда? В Аргентину? В Австралию. В Австралию. Ну, нет, вы все-таки замужем уже, вы так не можете. Ну, придется с мужем. Придется. Да. В общем, короче, друзья, давайте пожелаем Олене успехов. И в знак, так сказать, поддержки начинающего тестера давайте лайк под видео поставим. Вот. И какой-нибудь ей комментарий напишем. Если кто мову размовляет, пишите на мове. Вы можете же, да, прочесть? Конечно. Все, на мове давайте поддержим, как-то подтремаемо, да? Пид-тремаемо. Пид-тремаемо. Я тоже так уже приноровился немножко, тут наслушался. Света моя вообще ни слова не знает. Выросла в Киеве. Но тогда в Киеве никто не говорил по-украински. То есть, только вот если вот там женщины с ломом на рельсах работали, вот они могли. А так чисто русскоязычный город был. Вот. Так что, пид- а как сказать, поддержим? Пид-тремаем. Пид-тремаем. Друзья, пид-тремаем Олену злайкум. 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 Все. Значит, Олен, давайте рукой помашем. Спасибо. Счастливо.